Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Наука». У нас на сегодня запланировано несколько очень интересных тем. Меня зовут Свизильбер. И начнем мы сегодня с оспы обезьян, которая недавно была объявлена пандемией. Всемирная организация здравоохранения объявила, что это пандемия. Но в разных медицинских изданиях в мире выходят первые исследования по поводу этого заболевания, в том числе и в Израиле. Больничная касса Клолит, самая большая больничная касса в Израиле, опубликовала данные по поводу 197 случаев заражения оспы обезьян. И получается, что практически все эти люди это мужчины, которые заразились оспой обезьян в результате полового контакта. Причем только в одном случае контакт был гетеросексуальный. Во всех остальных случаях контакты были гомосексуальные. И, скажем так, из тех, кто оказался в больнице, большинство попало в больницу из-за того, что вот эти оспины, вот эти пузыри стали появляться на половом члене или на анусе, что, в общем-то, дает предположение о том, что они заразились именно при половом контакте. Мы попросили прокомментировать это вирусное заболевание хорошо вам знакомого. У нас на линии профессор Константин Михайлович Чумаков, адъюнкт-профессор университета Джорджия Вашингтона. Константин Михайлович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Суи. Я, прежде чем отвечать на ваши вопросы, хочу вас поправить. Потому что слушатели могут подумать, что эти мужчины занимались сексом с обезьянами. Это совершенно не так. Ну, они занимались сексом друг с другом. Да, да, по всей видимости. Потому что, собственно говоря, связь с половой передачей, она, наверное, в значительной степени объясняется тем, что эта вот вспышка, которая разрослась практически в пандемию, она началась именно на Канарских островах, на которых весной был такой фестиваль людей с такой нетрадиционной ориентацией. И там было по некоторым оценкам около 90 тысяч человек, которые, и по всей видимости, кто-то завез этот вирус, скорее всего, из Нигерии, из Западной Африки. И дальше это пошло гулять по всему свету. Собственно говоря, это просто вот эти вспышки обезьянь и оспы, они случались и раньше. И они так постепенно идут по нарастающей от года к году и становятся больше. Ну вот это первый раз, когда такая вспышка приобрела, ну, собственно, глобальный характер. Действительно, да, этот вирус преимущественно распространяется половым путем. Но есть и другие способы передачи. Например, вот на этой неделе было объявлено, что есть какие-то даже среди детей заболевания. То есть он может распространяться и воздушно-капельным путем, и также при контакте, просто при тесном контакте зараженного со здоровым. Можно ли предположить, что первый контакт все-таки, значит, этот вирус перешел от обезьяны? То есть первый контактер, который завез этот вирус в Европу, имел близкие отношения с обезьяной? Ну, и так сказать нельзя. То, что этот вирус происходит от обезьян, это безусловно. Потому что это природный резервуар этого вируса именно вот в обезьянах. Ну, и на самом деле и в других видах животных этот вирус может существовать. Каким образом люди заражаются, сказать трудно. И я, честно говоря, не думаю, что это именно половые контакты между людьми и обезьянами. Потому что есть масса других способов заразиться. Дело в том, что, ну, вот этот вирус, оспа вообще, для нее характерным проявлением являются такие высыпания на кожу, такие пузыри. И вот в этой жидкости, которая содержится вот в таких пустулах, как это называют их, очень много вируса, если эта жидкость как-то попадает на поверхность каких-то предметов и другой человек прикоснется, он может заразиться. Кроме того, хотя не в такой степени, но тоже, как и обычная черная оспа, этот вирус может распространяться и воздушно-капельным путем тоже. Поэтому не исключено, что передача от обезьяны к человеку, вот первичная зоонартическая передача, она может происходить каким-то путем, который не связан с половым путем. Сейчас, на самом деле, у многих вирусов обнаруживается, что они передаются половым путем. Вот если вы помните ЗИКа, вирус, который несколько лет назад всех напугал, для него тоже выяснилось, что он может передаваться половым путем, потому что каким-то образом в клетках мужской половой системы эти вирусы легко размножаются. И вот недавно было обнаружено, что этот вирус обезьяний оспы содержится в сперме. Поэтому вот этот еще до конца непонятно, какая здесь связь, но тем не менее вот этот половой путь, он, видимо, не настолько уникален для этого вируса, а многие другие вирусы тоже могут таким образом распространяться. Кстати, вот по данным израильской больничной кассы, 36% из зарегистрированных в Израиле случаев оспы обезьян, они также ВИЧ-положительные. То есть, ну, нельзя делать, можно только сделать вывод, что это беспорядочные половые связи. Но вы помните, когда появился ВИЧ, когда его тогда еще называли СПИД, то тоже господствовала такая теория, что СПИД появился в результате контактов, половых контактов между человеками и обезьянами, что этот вирус тоже перескочил на человека с обезьян. Ну, вы знаете, никто свечу не держал. Мы не знаем, как этот вирус перешел от обезьян к человеку. То, что он перешел от обезьян, это 100%, потому что предшественники вируса ВИЧ или СПИД, они, этот причастники существует в обезьянах, и они были установлены, просто документально эти вирусы были выделены в Западной Африке. Но, понимаете, как произошел первичный акт передачи, это никто не знает. То, что он передается половым путем, это тоже достаточно хорошо установлено, хотя не только половым путем. Понимаете, ну, естественно, что половые контакты, это, наверное, самые плотные контакты, которые можно только себе представить. И поэтому это неудивительно, что многие вирусы таким образом передаются. Да, а скажите, пожалуйста, может ли ОСПА обезьян превратиться во второй ВИЧ? То есть вот ВИЧ же так и не научились лечить, только подавлять. И человек должен сидеть на каких-то очень сильных препаратах на протяжении всей жизни для того, чтобы инфицированный не превратился в больного, потому что заболевание уже обычно ведет к летальному исходу. Не может ли получиться так, что ОСПА обезьян превратится во второй ВИЧ или ОСПА мы все-таки вылечиваем до конца? Нет, я думаю, что этого не произойдет, но просто потому, что это совсем разные вирусы, у них совсем разный механизм их размножения и, так сказать, биологического цикла. Вирус СПИДа вызывает иммунодефицит такой хронический, и хотя вирусы ОСПА тоже в какой-то степени подавляют иммунитет, как, впрочем, и любые другие вирусы. Но это не то, чем они знамениты. Это первое. Второе. Против ВИЧ нету вакцин и пока перспектива очень туманная. В общем-то говоря, 40 лет, которые ученые потратили на создание таких вакцин, в общем-то говоря, ничем не увенчались, никаким успехом. В то время как от ОСПА обезьян вакцина уже есть, потому что вирус ОСПА обезьян, он очень близок к вирусу черной ОСПА, от которого была, собственно говоря, создана первая вакцина вообще в истории человечества. Да, да, да. 250 лет. Знаменитая история. Да, и кроме того, существует лекарственное средство, которое, в общем-то говоря, применяется при заболевании ОСПА, поэтому существует в арсенале некоторые медицинские средства, которые позволяют предотвратить и лечить это заболевание. Поэтому я не думаю, что это может превратиться в какую-то, так сказать, катастрофическую ситуацию, как это было 40 лет назад с вирусом СПИДа. А скажите, пожалуйста, те, кто делали прививку от ОСПА в детстве, они иммунны к ОСПе обезьяны или нет? В общем-то, да. Понимаете, этот иммунитет сохраняется пожизненно. И так, в общем, считается, что он должен действовать. И, судя по тем данным, которые пока имеются, в основном заболевают молодые люди. Вот средний возраст 38 лет. Вот по всем случаям, которые есть в Израиле, средний возраст 38 лет. Ну вот, да, и это как бы более-менее соответствует тому времени, когда прививки против ОСПА были прекращены где-то в 80-е годы. Поэтому, собственно говоря, вот так ОСПА обезьян так и была, собственно говоря, поставлена на карту, как говорится. Потому что, когда черную ОСПу ликвидировали и, так сказать, она просто исчезла из циркуляции, то оказалось, что, тем не менее, случаи продолжаются и при исследовании выяснилось, что это ОСПА обезьян или еще бывает ОСПА верблюдов, и тогда, собственно говоря, и вот это выяснилось, что существует вот такой вирус. И постепенно, год от года, эти вспышки увеличивались, шли понарастающе, просто потому, что иммунитет в популяции становился все меньше и меньше, поскольку новые, так сказать, поколения людей, которые, так сказать, входили в жизнь, они были уже восприимчивы к этому вирусу и, собственно говоря, эти вспышки происходили понарастающие, но в основном они были ограничены Африкой. И вот в этом году просто вот уникальность состоит в том, что он как-то выплеснулся за пределы Африки, то есть в значительной степени, наверное, благодаря вот этому событию на Канарских островах. рано или поздно это должно было случиться, просто как бы вирус не может все время оставаться заперти, ему надо выходить на простор. Таким образом, тот факт, что вакцина у нас уже есть, означает, что с этой болезнью знакомые давно и даже уже разработали вакцину, или это та же вакцина, что и от ОСПы, просто ее достали из хранилища и стали снова применять? Понимаете, это как бы эти вакцины не были созданы для обезьян и ОСПы, хотя люди думали об этом тоже. Дело в том, что когда черная ОСПа была ликвидирована, вакцинация была остановлена вот той вакциной, которую предложил Эдвард Дженнер в 18 веке. Она и остановлена была первой, потому что она была уже не нужна, как тогда считалось, поскольку уже заболеваний натурального нет, а второе, она обладала довольно высоким процентом побочных эффектов. Некоторые из них очень тяжелые побочные эффекты. Поэтому в 80-70-80-е годы прививка ОСПы была так сказать ликвидирована. Но если вы помните 20 чем-то лет назад, когда на рубеже тысячелетия было большое так сказать опасение, что возможен биотерроризм, безусловно, вирус черной ОСПы это один из, наверное, наилучших, так сказать, объектов для биотерроризма, тогда были созданы вот новые поколения вакцин. Была вот создана вакцина, которая называется АКМ-2000. Это, в общем-то говоря, усовершенствованная вакцина Дженнера. То есть это живой вирус, который размножается в вашем организме и вызывает пожизненный иммунитет. Кроме того, была разработана другая вакцина, которая состоит из живого, но не реплицирующегося вируса. То есть этот вирус в человеческом организме размножаться не может. Это называется вот то, что называется МВА, модифицированный вирус Анкара, штамм Анкара. Он был специально в лаборатории, так сказать, ослаблен в такой степени, что он потерял способность размножаться в организме человека. И вот эта вакцина была лицензирована для предотвращения оспы с одной стороны и с другой стороны для предотвращения обезьяньи оспы. Потому что тогда уже у создателей было, так сказать, подозрение, что когда-нибудь эта проблема может оказаться актуальной. И вот эта вот прозорливость, и мне кажется, она сейчас очень даже вот показала, что это был правильный ход. Скажите, те, кто делали оспу там в детстве в Советском Союзе, прививку от оспы, можно не беспокоиться, можно не делать вакцинацию еще раз? Ну, вы знаете, вакцинацию сейчас, наверное, имеет смысл делать только тем, кто находится в группе риска и тем, кто проконсультировал с больными. То есть инкубационный период довольно длитый, может быть, три недели. И известно, что если прививку сделать уже после заражения, то это предотвращает. Это то, что называется post-exposure prophylaxis. То есть как бы после заражения. И это работает. Но широкой публике, конечно, нету никаких оснований сейчас пока. Это не оправданно. Но гарантии, конечно, тем, кто привился в детстве людей среднего или пожилого возраста, никто гарантии вам дать не может, конечно, но судя по всем данным, которые имеются, в общем-то говоря, прививка в детстве, она должна до сих пор работать. Большое спасибо. Большое спасибо профессор Константин Чумаков, адюнг профессор университета Джорджия Вашингтона. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что вы находите для нас время. Аминь.